Ну, Ньяр, нравится, как ты одеваешься. Надо бы тебе другой лук подобрать. Вот, к примеру, синяя майка или жёлтая. А может, розовая? Нет-нет-нет, животные. Так, стоп-стоп-стоп, это уже чересчур. Тебе не кажется? Ладно, остановимся на пастельных тонах. Клёвый. Вот так бы в жизни было. А то я иду в магазин и беру всё, что попадётся под руку. Технологии нас спасут. Как тебе вот такой метод? В Лондоне в примерочных намереваются поставить зеркала с выходом в Твиттер и Фейсбук. Это ещё зачем? Чтобы ты мог посоветоваться с друзьями, брать кофту или джинсы, или не брать. Но учитывая, что у нас некоторые товарищи через месяц на письма отвечают, в этой примерочной помереть можно. Не без того. К нам эта технология потому, пока и не везут. Зато привезли... Локальную версию портала о моде The Look KZ. Здесь можно заранее подобрать себе лук, то есть внешний вид, скомбинировав его. А затем обсудить с экспертами по стилю или просто модниками, насколько он подойдёт под твой типаж. Прикольная фишка. И дебаты под образами разгораются нешуточные. Вот только непосвящённый их не поймёт. Все эти луки, тренды, гаммы, скины. Ужас. Этот спор мне напомнил вот этот ролик. О чём они говорят, никому не понятно. Это какой-то бэйби-спич. Но тема, судя по всему, глобальная. В Юлиной рубрике тоже глобальные темы на повестке дня, но всем понятные. Всем привет! С вами снова рубрика «Найдена в сети» и я, Юлия Огнева. Сегодня я хочу представить вам несколько интересных сайтов. Первый у нас на очереди сайт под названием blue-tomorrow.com. Он посвящён технологии Bluetooth, которая очень популярна сейчас и полезна для тех людей, кто считает себя мобильным. Здесь можно не только узнать историю этой технологии, но и почитать разные обзоры беспроводных устройств. Думаю, будет интересно узнать, что технология современной новинки Bluetooth была разработана ещё в 1998 году. О том, как работает это устройство и для чего оно используется, также рассказывается на этом сайте. Но Bluetooth – это не только гарнитура hands-free. Эта технология используется и в клавиатурах, мышках, аудиоустройствах и многом другом. В рубрике «Статьи» можно найти информацию обо всех этих беспроводных гаджетах и об их преимуществах. Следующий на очереди сайт markandangel.com. Он напоминает и такую энциклопедию полезных советов из жизни. Возможно, кому-то это не понравится, но данные советы могут быть не только интересны, но и полезны. Например, здесь приводят 20 рекомендаций, как придумать идею, что называется, на миллион. Авторы в качестве примера приводят успех компании Apple и соцсети Facebook. Одна из опубликованных здесь рекомендаций гласит «Придумывайте больше идей», тогда вероятность того, что одна из них точно потянет на миллион, возрастает. Тем, кто хочет обучаться онлайн, предлагаю заглянуть на эту страничку. Здесь посоветуют 12 мест для обучения через сеть. А вот ещё 8 ошибок, которые совершают умные люди. Да, оказывается, они тоже делают ошибки. Одна из них – то, что эти люди всегда знают, что и как делать, но не пользуются своими знаниями. И последний сайт, которым я хотела бы с вами поделиться – это lifeoptimizer.org. В плане контента он похож на предыдущий, но всё-таки имеет немного другое направление. Здесь дают рекомендации, как оптимизировать свою жизнь, в том числе с помощью тайм-менеджмента. Тайм-менеджменту посвящено немало статей на многих ресурсах. А здесь расписано, как нужно построить свой рабочий день не только для того, чтобы всё успеть, но и чтобы заслужить одобрение начальства. Все мы знаем, чтобы всё успевать, надо рано вставать. В другой статье на этом сайте дают 25 советов, как это сделать. Ведь для многих это действительно проблема. Кроме того, здесь приводится множество других полезных советов и статей. Так что рекомендую зайти и почитать. На сегодня это все сайты, которыми мне хотелось с вами поделиться. Если вы хотите, чтобы ваш любимый сайт упал в мою подборку, напишите об этом у нас на сайте в комментариях. А с вами была Юлия Огнева и рубрика «Найди на сети». До встречи!